Это не матч, а издевательство. Ну и что нам ловить на Евро с этим кабинетным физруком? Блин, тебе только дай повод похейтить сборную. Ведёшь себя стабильнее, чем Игорёк в Лиге Чемпионов. А на что надеяться? Даже нормального опорника не нашлось. Немца взяли. Но и Штедер исконно русский игрок. Да ему привыкнуть после натурализации. Из него русский, как из Зенит-арены, готовый стадион. Причём в обоих случаях забили на лимиты. Верно же я говорю? Россия вперёд. Да-да, кто бы сомневался. Не знаю, на каком языке вы говорите, но давайте уже наконец соберёмся и сфоткаемся для Инстаграма. Ага, и в Твиттер ещё напиши, а то как люди узнают, что ты смотришь футбол с друзьями? Ну ты уж совсем-то её за дуру не держи. Вот-вот, в Твиттер я уже написала. Молодец. И вообще, ты не болельщик. Я не болельщик? Ты не болельщик. Ну серьёзно, наши чемпионы, ты правда веришь в такие чудеса? Я 10 лет болею за Спартак, да что ты знаешь о вере в чудеса? Мне удивительно, что тебе Игусев как комментатор нравится. После бабы комментатора на Матч ТВ мне любой теперь понравится. А чё там, когда Месси выпустят? Вот и блин, даёшь. Даже я знаю, что это другой чемпионат. Подумаешь, немного ошибся. Серьёзно, чувак, соберись. Это чемпионат Европы. А, то есть Барселоны не будет? Нет, Барселоны не будет. Блин, обидно. Ну, надеюсь, хоть Бразилия не разочарует. Лучше следи за матчем и не отвлекайся. Ну так что, болельщик, далеко наши пройдут? Не знаю, может и до финала. До финала? А что, вполне реально. Ага, как Кокорин в арсенале. И всё равно я верю. Вот именно по этой причине тебя все и считают психом. А не потому, что у тебя в друзьях говорящий енот. Ребята, первый период уже заканчивается. Тина, это не хоккей. Россия вперёд. А тебя вообще никто не спрашивает. Иди флажок на щеке нарисуй. Блин, да чего же на нашего Дзюбу похож? Вот радует, что кроме меня остались ещё адекватные болельщики. Народ, это же наши футболисты. Вы только представьте, как им тяжело. Всё, откажешься, болельщики заклюют. Согласишься, все ржать будут. Какая-то сборная Штрёдингера получается. Просто дайте им время. Как говорил Мутко на встрече с болельщиками. Побед нет, но вы держитесь. Они же для нас стараются. Вы вспомните 2008-й. Как все были рады. Моя девушка в эйфории даже сказала, если пройдут финал, поженимся. И ведь они не подвели. Проиграли. Да я им, в прямом смысле, жизнью обязан. Как бы не было тяжело, нужно поддерживать любимую команду. Иначе, какие из нас болельщики? И правда, поболеем за наших. А знаешь, я с тобой согласен. Вот мы сейчас посмотрели первую половину. И на мой взгляд, все не так уж и плохо. Кстати, а наши в какой форме? Ииии, спасибо за просмотр. Если понравилось видео, ставь лайк, подписывайся на канал. Отдельный респект пабликам, которые репостят данное видео. Подписывайтесь и на них.